вот это дальше сезон случайно просто сфотографировал вот почему вот здесь если бы такие фотографии я когда-то надеюсь у меня их тысячи мою милая параллельность ученого мира аспирантка надо всегда умудриться на каждом фотографии чтобы студенты могли найти то чего о чем можно было поговорить на экзамен экзамен должен быть не такой как да нет да нет да нет правда не правда так не бывает про лунную пассивную календарь мы говорить не будем вот а студентам надо поговорить но это тема не сегодняшняя вопрос как добиться супер рожая в саду что должен сказать уже студент мы-то с вами знаем невозможно добиться супер рожая в саду если вы хотите иметь что такое деревья это многолетники не слышится такое слово многолетники вот некоторые сорта дамири с помощью клоновых подвоем год-два плодоносят покрылись урожаем урожаем сняли ответили на продажу а это уничтожили вот этот вот такой маленький но такой бодренький такой весь увешанный называется луковые сады и даже там многолетники хоть куда-то три но еще вырастить и получается что многолетники я специально сказал сколько у меня этого сам вот это вот вот специально сказал сотни меден но супер урожай это когда за все годы а это невозможно добиться сейчас мы ниже пойдем вот это слово я уже студентам сказал ты не получишь пятерку если ты в этом преподавателем не скажешь супер урожая не бывает ни на один грамм больше чем заложено программы дерево дать не может хоть оно будет семцевое пусть и семечка пусть это будет два дерева у каждого здесь своя программа по двое привое вот но никогда вы не сложите урожай по двое и прямое и какой бы он огромный не показался значит другой год будет пусто или перед этим годом было пусто вот поэтому вот так вот это не честно я считаю это знаете как это некорректно если уж мягко говорить слово супер урожай должно быть всегда забыто должно быть урожай урожай хороший урожай полноценный урожай и чтобы не больные плоды были вот и желательно каждый год целиком обеспечить каждый год мы не можем но мы должны знать как избежать супер урожая который на второй год мертвое дерево поэтому уже лизов вводит такой термин а его уже дважды повторили пока мало помните мои термины один из них звучит так предсмертный урожай и если бы здесь было бы написано как добиться супер аж а студент на экзамене среди нас нет ни одного студента тогда были две эти самые значит я раз две а до сих пор помню фамилию а как же вот Савельич и это Матвеева две девушки и студентки на всю страну мало и вот тут было бы они вот это сказали будучи студентами сдавай экзамены если бы сейчас сегодня им сказали не как добиться супер аж а как добиться урожая чтобы супер то есть чтобы не получить предсмертный урожай супер аж это предметик предсмертного урожая или это точнее одно и то же так ну особый разговор промышленные сады совершенно отдельный разговор совершенно другой мир но там можно добиться успеха калеча дерево которое теряет иммунитет естественно должно находиться ладно там Краснодарский край ну в общем Юг России это само собой чертозвал промышленные сады выросли в средней полосе вдоль Трансима это уже точно когда-то были колхозные но дотационные а настоящий сад промышленного света это Юг России но даже там разговор я помню я порассказывал разговор с фермером настоящим у которого десятки тонн вырожай вот мы молодцы у нас не 40 обработок залито а только 28 успокоило вас? мне нет понимаете мне за страну обидно 28 обработок ядохимикатами почему? потому что промышленный сад придется брать секатор пилу и приводить его в такой порядок когда он даст урожай на несколько лет предельный урожая наклоны по двоих они долго не бывают 15 лет это считается предел да и тут предел знаете вот это изначально в котором вытянуто все и поддерживается иммунитет который он искалечен сад ну не показывай фотографии в 100 раз показывал он искалечен но у него иммунитета нет его защищает только 40 обработок там и может быть 30-40 обработок в России вот это ну а что жрать ой извиняюсь кушать то что мы должны это самое у нас же если бы по-настоящему проводились бы анализы съели бы хоть одно яблоко даже наше то есть вы меня теперь поняли что мы можем рассчитывать только на нашу дачную деятельность только это если и вот есть у меня фотографии много чего есть доказательные старые в которых 10-15-20 есть в которых еще бумажные 10-20 деревьев в нашем красном хуторе еще 10-20 лет назад давали подчеркиваю даже десяток деревьев давали 100 ведер 150 а у некоторых 200 ведер которые скупщики с руками отрывали ну пусть дешево я помню все продавали по 50 рублей ведро а я по 80 а почему я 80 а потому что у меня самая красивая понятно самая крупная самая красивая самая вкусная поэтому я мог позволить себе это ну 80 рублей ведро в то время это было нормально и получалось так что если бы не случилось две страшные беды первое уничтожение садов своими руками весь красный хутор уничтожил кроме в интернете эти фильмы дальше вторая беда вместе с саженцами с юга пришла страшная бактериальная болезнь которая уничтожила моментально за 2-3 года в сады яблони были исчезны при этом нежные абрикосы даже крупноплодные стояли невредимые только яблони вот это вторая беда это работа должна быть как и называется назор назорных органов много толку нету короче промышленные сады а мне спрашивают я хочу иметь промышленный сад а я не знаю ребята что отвечать еще будем говорить об этом но уже как помните как я говорил пусть он будет скромный с возможностью развития у вас 20 соток посадили посадили 100 коточек тысячу смотря какой у вас аппетит даже тысяча коточек не разорит я всегда думал москвичей я в Москве был последний раз лет 12 назад я еду в автобусе и мне этот разговорился вот о чем мы говорили ехали долго длинно и товарищей меня выяснил в то время 60 тысяч это зарплата не очень а у него лично 80 а у соседа 100 я тогда а у нас тогда было 10 а у меня было 13 ведущего инженера в Сибири а там 100 я думаю что такое для него купить тысячу курсик за 20 тысяч он даже не заметит это все карманные деньги и получалось так что промышленные сады я сейчас говорю я не против них но должны начинаться с развитием 20 суток когда посмотрел вот так емае рядом пустырь вот и так далее вы не Продолжение следует...